Здравствуйте, друзья! Такими теоретическими направлениями, как Data Science, на мой взгляд, очень интересно заниматься в том случае, когда вы видите прикладные аспекты в использовании этих данных. И на самом деле в этом отношении на Kaggle, мой второй день, здесь очень интересны те проекты, которые предполагают определенную творческую работу, связанную с трактовкой результатов. И в частности сейчас идет конкурс с довольно большим призовым фондом, 100 тысяч долларов, но это не должно отвлекать нас от смысла происходящего, потому что, естественно, заработать подобного рода или какие-то деньги заработать это практически невозможно. И на данном этапе невозможно, и впоследствии, скорее всего, это будет очень сложно, потому что, ну, смотрите, 8 только первых позиций получают деньги. Плюс, правда, состоит в том, что каждая из этих позиций получает по 10 тысяч, то есть независимо от того, как будет распределено. Ну, и еще тут предусмотрен какой-то специальный приз. Но это все как бы отдаленное будущее, наверное, а может быть и вовсе не будущее. У меня есть соображения по этому поводу, по поводу этих призовых денег. На мой взгляд, таким образом просто инициаторы этих исследований, они пытаются за относительно небольшие деньги получить гораздо более высокую эффективность. Фактически вот за 100 тысяч вы нанимаете, ну, там порядка тысячи разработчиков, которые заинтересуются, например, этой тематикой, они предложат свои идеи. Из них порядка 90-95% будут совершенно пустые и бесполезные, но тем не менее вы сможете найти десяток другой достаточно полезных идей, которые впоследствии можно будет уже эксплуатировать для тренеров и для функционеров НФЛ. В данном случае это Национальная футбольная лига Соединенных Штатов, то есть это американский футбол, не то, что они считают сокером или просто нашим футболом. Для того, чтобы понять задачу, нужно сначала попробовать её, ну, до конца, чтобы её понять, удобно взять, просто вот я скопировал данные по поводу вот этого вот description задания, да, скопировал сначала в английском, в Google Docs, потом перевёл на русский язык здесь, и вот что у нас получается, какая задача будет стоять перед разработчиками. Ваша задача состоит в том, чтобы генерировать действенные, практические и новые идеи, практичные и новые идеи на основе данных отслеживания игроков, которые соответствуют эффективности линейных игроков при пасовых играх, ну, скорее при распасовке, как бы, да. Участники выберут один из трёх треков для отправки, трек бакалавриата, ну, это для студентов, да, открыт только для группы или отдельных лиц, полностью состоящих из студентов бакалавриата, для подтверждения права может потребоваться проверка. Иногда такие группы формируются с участием, как бы, учителя, который тоже рассматривается, тогда позволяют они, как студенческие группы, заявляться. Второе, метрическая дорожка. Создайте метрику для оценки производительности или стратегии. Это может быть сосредоточено на нападающих или защитниках, а также на командах или отдельных лицах. Трек с коучинговой презентацией. Цель этого трека – проанализировать и представить данные в представлении, предназначенном для тренеров. Мы рекомендуем участникам, заинтересованным в этом треке, сотрудничать с тренером или нынешним бывшим игроком, хотя это не обязательно. Это повышает компетентность в данном предмете, потому что, ну, многие терминологии, многие метрики здесь, ну, для лучшего понимания того, что именно востребовано отраслью. То есть, это такая спецификация, специализация. Во всех заявках должно быть четко указано, на какую дорожку они отправляются. Участники не могут представлять более одного трека. Подсчет очков, ну, это уже, наверное, нас не особенно сильно интересует, хотя здесь вот важный момент, который указан, это заявки будут оцениваться на основе того, насколько хорошо они отвечают следующим требованиям. Инновация. Первое. Применимы ли предполагаемые выводы к действиям? Является ли это новым способом просмотра данных отслеживания? Является ли это проектом творческим? Очень важная штука. Дальше. Точность. Правильно ли это работает? Подпрыглены ли утверждения данными? Приемлемы ли статистические методы с учетом данных? Следующее. Актуальность. Смогут ли команды NFL или офис лиги использовать эти результаты каждую неделю? Тоже очень интересно, да? Учитывает ли анализ переменные, которые усложняют футбольные данные? Ясность. Четвертый критерий. Оцените написанное с точки зрения того, насколько ясно автор авторы делают выводы. И пятая. Визуализация данных. Таблицы. Являются ли представленные диаграммы и таблицы доступными, интересными, привлекательными и точными? Судьи будут состоять из сотрудников-аналитиков, которые работают в штаб-квартире NFL, в 32 командах NFL, но дальше как бы все это описывается. И, соответственно, требования к тетрадям. Тетради должны содержать не более 2000 слов и не более 10 таблиц рисунков. Заявки не будут оштрафованы за любое количество слов или цифр ниже этого ограничения. Участникам рекомендуется показывать статистический код, если это поможет читателям лучше понять их анализ. Однако, большая часть, если не весь код, должна быть скрыта в приложении. Все представленные блокноты должны быть обнародованы не ранее крайнего срока подачи, чтобы иметь право на участие. При отправке в составе групп все члены команды должны быть указаны как соавторы во всех представленных блокнотах. Любой блокнот, в котором не используются данные отслеживания игроков, не будут оцениваться. Вот это тоже важно. Данные отслеживания игроков не будут оцениваться. Теперь мы можем посмотреть, здесь, если на страницу этого турнира, этого исследования перейти, здесь мы можем посмотреть код, то, что уже прислали участники. Там чуть более месяца остается до окончательной даты. И здесь мы с вами можем, вот очень удобно, то, что они показывают, все коды, которые участники решили отправить в открытом виде. Но здесь еще и указывается, на какой позиции в текущий момент находится этот код. И здесь я решил остановиться на серебряных позициях. И даже есть здесь одна золотая позиция, вот пониже была. И мы можем начать с золотой, для того, чтобы понять, какого уровня должен быть код, для того, чтобы на что-то претендовать в этих турнирах. Вот уже можно видеть, что этот ноутбук был скопирован 71 раз или изменен. И, ну, точнее, скопирован для изменения. И дальше мы с вами можем посмотреть уже, что конкретно предлагает автор этого ноутбука. Интересно посмотреть, какими библиотеками он будет пользоваться. В данном случае он импортирует библиотеку PlotLay Graph Objects, SGO. И можно в общих чертах, видео длинное опять получается, в общих чертах просмотреть, какова его идея. Здесь он указывает свои цели сразу же, обозначает цветами команды различных игроков. Дальше описывается код. Но нас для начала интересует не сам код, а, естественно, к чему он в конечном итоге приходит. Вот примеры, да. Animated Play, Week 1, Plays, Plays. То есть, в принципе, здесь рассматриваются конкретные эпизоды конкретных игр, которые вот в этой данных содержатся. И мы можем здесь нажать на кнопочку Play и увидеть вот это маленькое, желтенькое. Это мяч. Так, вот он сейчас вот здесь находится, да. Это мяч. И здесь мы можем посмотреть всех игроков, как они были расположены и каким образом они перемещались. Ну, что сразу же здесь начинает интересовать слегка. Это реакции выбора игрока. Есть такое понятие, сколько времени у него ушло с момента получения мяча на совершение паса. Вот это, ну, как бы такая творческая составляющая, которая может возникнуть, если здесь возможно это рассчитать. И если вот эти данные, визуализации представлены в режиме реального времени, то, на мой взгляд, вот как бы вот это вот интересная история. Вот он получил мяч, пишут кто, Том Брэдди получил мяч, да. И дальше по времени можно рассчитать, сколько вот он бегал, выбирал, выбирал и потом совершил передачу. И, в принципе, можно уже ориентироваться на то, что вот эта вот реакция выбора, время выбора, может характеризовать его как, ну, как бы вот эффективность его действий. То есть, ему необходимо было оценить ситуацию, выбрать позицию, с которой может он рационально отправить мяч, чтобы его партнёр этот мяч получил и смог атаковать, ну, смог там приближаться к этим линиям, как они там у них трактуются, я всех терминов, названий тоже не знаю, я не специалист в американском футболе. То есть, вот они сначала выстраиваются, разыгрываются мяч и начинается действие, да, пасуют назад синие. И вот идёт передача на верхний, ну, левый фактически фланг на синего игрока. К сожалению, мы здесь не видим, чем эта передача закончится, была ли она эффективна или нет. И вот автор этого проекта представляет здесь несколько таких визуализаций, одна вот пустая почему-то, да, несколько этих визуализаций и, собственно говоря, конечно, здесь содержится довольно интересная такая, интересная фактура для тренеров, да, потому что, ну, как бы удобно это рассматривать. Можем здесь ещё последнюю рассмотреть. Так, ну, здесь почему-то мяча, я не знаю, мне не видно, по крайней мере, мяча. Итак, это первый вариант, который был предложен. Этот первый вариант, естественно, можно скопировать к себе и потом работать над ним с точки зрения того, чтобы попытаться, как бы, может быть, его улучшить или, по крайней мере, ну, как бы, сохранить этот код для себя, чтобы впоследствии можно было с ним поработать, если вы считаете, что для вас это что-то новое и очень интересное. Таким же образом здесь можно просматривать и другой код и, собственно говоря, в результате этого обнаруживается по каким направлениям, какие направления выше оцениваются самими инициаторами этих, этого, ну, как бы, вот, предложения. Я рекомендую, турнир этого, да, соревнования, я рекомендую смотреть это именно со страниц, не со своих скопированных уже себе, да, страниц, потому что, ноутбуков, потому что там вы не сможете вот эту визуализацию, вам нужно будет, ну, как бы, нажимать строки кода для того, чтобы... И здесь вот мы с вами видим примерно... Так, извиняюсь, закончу всё-таки предложение. Вам нужно будет, вот я скопировал здесь себе четыре, отобрал таких, ну, вот этого вот, кто на первой позиции находится и на серебряных позициях ещё троих. И вот у троих из этих четырёх там чётко вот происходит визуализация действий игроков. У одного автора в большей степени это направлено на аналитику, ну, таких статистических данных, да. Так, вернёмся обратно, но если вы будете смотреть отсюда, вот с этих страниц, то вам нужно будет обновлять всякий расход, а здесь, в принципе, это почти автоматом будет происходить. Вот такой код. И дальше он выходит примерно на то же самое, что... Но визуализация, видите, несколько отличается, потому что тут мы с вами видим, что и стрелками указаны вектора в направлении, в которых двигаются игроки, и это действительно интересно, то есть это тоже определённая инновация, и, в принципе, у вас появляется возможность вот сочетать одно с другим, если вы достаточно хорошо пишите код. Ну, и последнее из предложений, которые здесь, может быть, имеет смысл, вариантов, да, предложенных авторами, которые можно попробовать тоже рассмотреть. Сейчас, если много времени не уйдёт на его поиск, вот здесь. Статич, вот это вот, пожалуй. И, в принципе, если вам интересно, можно посмотреть, опять, какие библиотеки использует этот автор. Метрики. Здесь у нас с вами табличным, ну, в таких графике как бы показаны, здесь пока... Но он рассматривал другую совсем задачу, он, в принципе, пытался сориентироваться... Вот составить список игроков, которые, как он пишет, игроки в этом списке представляют из себя тех, у кого рейтинг заниженный или завышенный. И, в принципе, это очень интересно, то есть вот эта вот ошибка рейтинга, то есть надо будет поковыряться, тоже здесь посмотреть, потому что, ну, интересно то, что аналогия, как бы, да, спортивные игры и тематика, которой не так много людей в мире, наверное, занимается, больше как бы старается специализироваться на тех областях знаний, которые связаны там с... Непосредственно с распознанием образов, распознанием звуков и всего прочего. А вот много уже, вот даже навскидку, вот проанализировав вот эти вот три только предложенных варианта решения этой задачи, да, мы с вами видим, насколько разнообразными могут быть постановка сама задачи, сами критерии как бы эффективности. И, конечно же, но тем не менее, мы с вами рассмотрели тех, кто находится один на золотой позиции, двое на серебряный, и вместе с тем, как бы, тут еще можно найти фактуру, которая как раз будет способствовать тому, чтобы для вот этих функционеров и тренеров NFL давать какую-то информацию о том, чтобы... И не случайно здесь еще указана одна из категорий тех, кто будет оценивать эту работу, это люди, которые специализируются на подборе игроков, агенты, да, которые занимаются поиском игроков, ну, скорее тренера, занятые поиском игроков. И вот в этом смысле вот эта работа, она для них наиболее может быть интересной, потому что здесь именно вот как бы недооценка-переоценка игроков, да. И, в принципе, много вот пластов, которые здесь можно было бы затронуть, ну, например, как бы, какое количество хороших игроков, реально хороших игроков необходимо держать в команде в процентном отношении, например, да, какое количество должно быть игроков экстраординарных таких, для того, чтобы был баланс между, ну, финансовой стороной и фактической стороной игры, да. И была такая книжка Moneyball примерно 80-х еще годов, когда вот были тренера в бейсболе, ребята, которые ездили там из одной из команд, и они, в принципе, отбирали игроков по таким критериям именно недооцененности. То есть, они по своим параметрам были схожи с лучшими игроками, но они были недооцененными, и им удавалось сформировать команду, которая показывала приличные результаты, несмотря на то, что не имела огромного такого финансового бэкграунда. И эффективность этих игроков была значительно выше, нежели чем, ну, вот финансовая эффективность, да, этой команды была значительно выше, чем финансовая эффективность других команд, которые переплачивали за звезд. Вот такая вводная, как бы, да, история, потому что, на мой взгляд, прежде чем писать код, очень важно понимать здесь именно вот целеполагание и именно задачи, которые будут стоять, и идеи, которые можно выдвигать с точки зрения реализации этих задач, потому что, как мы с вами видели, вот инновационность является таким достаточно важным критерием, но эта инновационность должна попадать в тот спрос, который формируется в отрасли, и поэтому очень важно понимать вот, как бы, специфику, что может зацепить этих ребят, которые будут выступать в качестве судей при определении эффективности того или иного кода. Спасибо огромное, друзья. Надеюсь, что вот такие размышления для тех из вас, кто только начинает пытаться осваивать Data Science и работать в Kaggle, они пригодятся, и я буду очень благодарен, если вы оставите какие-нибудь ссылочки, которые могут поспособствовать тому, чтобы лучше понять эту специфику и, как бы, ну, вот в это все внедриться с максимальной эффективностью и с минимальным размером вот этой ошибки, да, которая, как известно, является критерием при оценке многих результатов деятельности Data Scientist. Спасибо огромное, всем хорошего дня, удачи, до свидания.